На мой взгляд, национальная идея не может рождаться и назначаться сверху. Она не может по мгновению и указанию властителей существовать по той или иной конъюнктуре. Национальная идея рождается исторически. Она давно рождается непосредственно с рождением народа. Поэтому у нас определенные традиции, вы правильно сказали, что традиции, которые люди нашей страны пережили, которые воспитали в себе, оно, собственно, и есть. И нам не надо ни в коем случае указывать и приносить извне, и навязывать тем более чуждые нам традиции. Поэтому здесь, правильно сказали, что у нас самодержавная страна, и в свое время даже цари и генсеки, тем не менее, у России есть традиция крепкой верховной власти и доверия к власти. В этом случае не будет никогда разброда и шатания. Поэтому здесь мы должны отталкиваться от своих определенных принципов, своих взглядов на жизнь. И это должно быть, естественно, их модернизировать непосредственно под то или иное сегодняшнее время. Но все равно это определено, исходя из истории, из культуры, из православия. У нас многонациональная страна, но давно говорили, и православная культура, и мусульмане, они у нас традиционно живут в мире и согласии. Поэтому в этом надо учитывать. У нас огромная территория. Наш, как говорил Александр Третий, нашу огромность боятся. Поэтому только 9 часов перелета, 9-часовой перелет от Москвы до Сахалина, это говорит о многом. Поэтому у нас большие запасы полезных ископаемых, которые, естественно, такая своеобразная кладовая, мировая, которая, естественно, не дает покоя глобалистам, которые сегодня устанавливают те или иные порядки и подчиняют под свой контроль, берут под свой контроль те или иные страны и пытаются установить господство над всем миром. Нас это, в первую очередь, не устраивает, и я считаю, что и не должно это устраивать.